астральное завершение круга прошлой жизни и в следующей жизни человек рождается полноценным его жизнь полноценно полностью он будет проживать полностью отпущенный его период почему есть цикл перерождений по моему мнению это является элементом эволюционного обучения человека каким образом происходит эволюционное обучение если человеку ничего если человек не видел сникерс то он не сможет хотеть сникерс именно поэтому я всегда говорю что все что человек придумывает все что человек видит все что человек или то о чем человек думает это все уже существовало или дается ему чтобы он это знал и это все связано еще и с чувствами так в одной жизни человек будет убивать людей в другой жизни он поймет его будут убивать и здесь все связано вот чем допустим человек подписал договор какой-нибудь согласно которого убили 100 человек в каждой своей жизни он будет доживать до определенного возраста и его будут убивать или он будет умирать от какого-нибудь заболевания и так сто раз таким образом он умрет сто раз своих следующих жизней пока вот свою миссию или пока вот этот весь процесс не переработает так в нашей жизни устроено что в одной жизни мы рождаемся для того чтобы быть гарантированно там негодяями потом мы обучаемся следующих жизни что мы не хотим быть негодяями я конечно же хочу вспомнить эти слова которые свое время говорил великий человек сус христос он говорил там о заповедях и он говорил не убей не укради там не возлюби ближнего это ну возлюби ближнего своего и так далее наоборот чуть спутал ну и конечно же хотелось бы сказать что в то время когда он жил это было бы это было чрезвычайно актуально потому что видимо мир дошел до такой точки что убийство другого человека это было естественным процессом но это делали из-под тишка это делали еще как-то и видимо делали это ну без угрызений совести когда он об этом сказал или объявил то таким образом наверное произошло эволюционное перерождение и тогда наверное со временем когда люди перерождались то у них исчезала такое желание конечно же сейчас когда мы живем у людей уже не появляется желание кого-либо убивать просто так хотя наверное во времена когда повествовал иисус христос то наверняка тогда дети рождались и у них было желание убивать других людей и у них было желание воровать самого рождения и так далее но мы уже настолько эволюционировали наша вся система настолько эволюционировала что мы уже как бы рождаясь уже не подразумеваем убийство другого человека у нас уже не появляется желание взять чужие вещи и даже без обучения у ребенка не появляются такие желания есть этому доказательства есть социальные эксперименты которые доказывают то что если ребенок не изучает никакую религию у него все равно не появляется идея воровать или грабить или издеваться над кем-то или насиловать кого-либо или там еще что то еще что то то есть это социальные эксперименты которые доказали актуальность того о чем говорил иисус христос на время того когда он проживал и не актуальность этого всего уже в наше современное время потому что мы перерождаемся и становимся уже совершенно другими людьми уже не теми которые были во времена повествования иисуса христа когда